отличная новость друзья фантастическая новость наконец-то прорыв наконец-то победы вот ждали и получаем пожалуйста пожалуйста новости нанотехнологий в студию друзья сказал я сам себе кривыми пальцами вставив туда видос новости нанотехнологий смотри и плачь новости нанотехнологий ученые из россии создали днк тест позволяющий найти кошатину в шаурме молекулярные биологи из института теоретической экспериментальной биофизики ран впущены разработали простой и точный метод идентификации сортов мяса как заказался ну как вам друзья ну как чувствуете чувствуете запах запах что 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 так кто то кто там это вот этот бандеровские подлецы опять кто там сказал из вас чтобы гавном запах никаких не запахло российской наукой до запахло прям в квартире вот я когда смотрел но мне знаете прям 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 по ноздрям разошелся запах российской науки запах прорывов на натих но прорывов ник не канализационных там опять ты вот этот подлец желто-синий пузо и там надумал себе нет нет действительно патриотизм патриотические вот эти вот прорывы на все на самом деле здорово но добились смогли и на получается знаете вот я смотря такие новости мне кажется что вот те самые в те самые классные российские ученые они либо были покусаны британскими учеными либо пытаются как-то превзойти их в величине открытий ведь мы все с вами знаем что к примеру великие британские ученые взяли крабовые палочки сложили их и получили друзья кто бы мог подумать крабовые крестики кирния до крабовые крестики получили британские ученые а российские ученые ухать и академики с огромными башками они сделали тест позволяющий найти в твоей шаурме ты сидишь шаурму кушаешь спокойно она там себе мяукает с обратного конца ты типа не замечаешь но жрешь и теперь это станет невозможно теперь получается только курятина только победа ну и конечно друзья кто теперь вот кто теперь на даже вспомнит имя этого илона маска никчемного эти фалконы его там запускает родстеры лохопудрик кто вспомнит теперь имена вот тех дураков которые там этот адронный коллайдер построили что-то там какие-то частицы гоняют туда-сюда туда-сюда за щеками все это тоже бред на самом деле вот она наука настоящая профессиональная то к чему мы пришли спасибо владимир владимирович спасибо за 10 лет славных побед обещал обещал и выполняет и он начал и он продолжит друзья и вот мне кажется что вот нам необходимо как-то импортировать вернее нет как как экспортировать эту технологию ведь друзья если задуматься вот просто оглянуться по сторонам девяносто девять процентов нашей страны все кроме меня одним словом ездят на иномарках на иностранных автомобилях мы все носим иностранную одежду вот эта майка это в каком-нибудь не 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 православном пакистане пошита мы все на кушаем зарубежную а нет мы же не кушаем уже зарубежную еду да ведь вождь наказал америку тем что запретил нам есть качественные вкусные продукты и на мой взгляд правильно сделал и правильно сделать пусть эти там все испанцы испанцы с их этими хамонами и итальянцы с их этими там сырами французы мерзкие утрутся и поймут что наказаны все наказаны до запретили нам есть хорошую еду но но ведь на помощь пришли ученые ведь на помощь теперь пришли ученые ведь мы теперь легко и свободно можем есть то что захотим они этих бедных они нищебродных этих котов непонятно на самом деле друзья я вот честно не совсем разделяю радость открытия ведь зачем вот мне кажется что подобным открытием человек просто люди их тут целая банда да они команда они вот это как они там рос 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 там эти одну там этого не было рогозина рогозина не было там тоже в академии наук он бы интересно а таксу можно определить в шаурме если там утонувшая такса или нет но я думаю это будет следующим таким следующим шагом следующей разработкой и вот да я честно говоря не понимаю для чего это нужно ведь они таким образом только разлагают то что у нас давно сложилось разлагают то что действительно для россиян стало родным да то есть мы вот вот представьте обычный обычный россиянский день все хорошо ты сидишь немножко подлечился король дуба выпил немножко боярышника посмотрел в окно ну кто живет в местах как китайцы 1 1 распиливают твой лес чуть чуть в другую сторону посмотрел увидел как китайцы осушают уже байкал и портят его своими сточными сливными водами немножечко ты так тоже вроде бы все хорошо понимаете как и здесь вот это вот вот это вот совершенно никчемная новость и если нам еще и запретить жрать кошатину в шаурме но так я скажу вам и до революции недолго друзья а она нам надо она нам не надо все голосуем за вождя славные победы только начались потом я сделаю там такой есть выпуск фантастический там такой фантастический выпуск обманутые дольщики кровью а просили вождя помочь и кровью расписывались на плакатах я вот вот я я прям я смотрел и у меня слеза катилась насколько это здорово и давайте я в следующем выпуске вот прям прям обещаю прям того пахан негр кто пиздит свой кто сказал не негр поэтому следующий ролик по любому будет болел теперь уже придется чё пахан чё теперь потемнеет что ли все давайте шутки про паханов оставил это пахан не дай бог посмотрит не до младенец иисус посмотрит мой блог найдет меня настигнет и ватной рукой придушит маленького ладно друзья все до суббота чего не сидите дома возьмите там детей жен любовниц всех всех одновременно возьмите вы видите в какой-то парк погулять пожарьте там шашлыков ну выпейте пиво подеритесь займитесь делом не сидите не смотрите этот зомбо ящик я знаю что финал один финал в плане выпить и подраться он естественно один но лучше на природе ты хоть телевизор не разобьешь два года как красавчик как я платил за него кредит а тут ты его раз и бутылкой разбил но не камильфо нет все давайте всего доброго